В период пандемии коронавируса мы все чаще и чаще приходим к тому, что телемедицина это очень хороший инструмент для того, чтобы помочь пациентам, которые попали в такую сложную ситуацию с этим вирусом, этим тяжелым заболеванием. В такой период мы больше говорим о пациентах, которые находятся в карантине по поводу коронавируса или тех пациентов, которые уже заболели и находятся дома, допустим, под наблюдением. Также мы говорим о врачах, которые нуждаются в удаленной консультации своих коллег, в дистанционном наблюдении за пациентами, которые уже столкнулись с проблемой коронавируса. Дорогие друзья, коллеги, надо помнить о тех пациентах, которые не имеют коронавируса, не имеют заболевания легких, связанных с этой сложной инфекцией, но которые тоже нуждаются в нашем внимании, внимании врачей, внимании всего сообщества к этой категории пациентов. Мы сейчас видим, что часть лечебных учреждений сворачиваются и перепрофилируются в учреждения, которые будут принимать пациентов с COVID. Это, несомненно, важный и нужный этап, чтобы побороться нам все вместе с этим заболеванием. Но что произойдет с теми пациентами, которые нуждаются в медицинской помощи не меньше, чем пациенты с коронавирусной инфекцией? Мы должны с вами не забывать о том, что медицинская помощь не может останавливаться, как экстренная медицинская помощь, так и плановая медицинская помощь. Наши урологические пациенты, которых мы дистанционно ведем с заболеванием почек, с мочекаменной болезнью, с нарушением мочеводящих путей, с инфекцией, все эти пациенты сейчас оказались в очень тяжелом состоянии. К примеру, сейчас в Сеченово у нас достаточно большая группа пациентов, которые находятся под наблюдением дома с проблемами, связанными с мочекаменной болезнью. Они каждый день делают анализы мочи. Мы назначаем им, корректируем соответствующее лечение. Даже для этих пациентов, которые, кажется, находятся в надежных руках, которым уже сейчас оказывается телемедицинская помощь, и они в ней нуждаются, они тоже оказались в тяжелой ситуации. У некоторых пациентов кончились тест-полоски, им надо было организовать доставку этих тест-полосок. Мы приглашали курьерские службы для того, чтобы обеспечить непрерывное мониторирование состояния здоровья этих пациентов. От этого зависит и успех самой терапии. Каждый день я общаюсь со своими коллегами, врачами других специальностей, которые попали точно в такую же ситуацию. Конечно, они тоже нужны для того, чтобы помочь пациентам, которые могут как снежный ком нарасти с проблемой, связанной с коронавирусом. Но эти врачи беспокоятся за своих пациентов, которые, может быть, не страдают коронавирусом, но абсолютно точно нуждаются в медицинской помощи, в их профессиональном уходе, по профессиональному вниманию, назначению лечения и диагностики. И вот сейчас на высоте как раз этой проблемы всплыли две группы пациентов. Причем они достаточно несимметричны по своему объему и не менее нуждаются в медицинской помощи. Первая группа – это пациенты с коронавирусной инфекцией и врачи, которые оказывают медицинскую помощь. Эти врачи нуждаются в помощи коллег, в том числе используя дистанционных технологий. И вторая группа, не меньше группа, а то и гораздо на несколько порядков больше – это обычные, если их можно так назвать, обычные пациенты, которые сейчас лишены возможности оказания медицинской помощи. Конечно же, медицинские учреждения не прекращают работать, но мы сейчас видим тенденцию, что даже те медицинские учреждения, которые не перепрофилируются в специальные учреждения, где будет оказываться медицинская помощь пациентам с кови, они в том числе сейчас видят недостаток этих пациентов. Гражданам просто сейчас нельзя передвигаться по улицам в силу того, что они сейчас находятся на изоляции. Действительно, это важный процесс для того, чтобы остановить пандемию и побороться с этой инфекцией. Но эти пациенты просто не могут прийти к своему врачу с плановой какой-то проблемой. Я каждый день сейчас общаюсь с этими пациентами. Эти пациенты самые разнообразные, с самыми разнообразными проблемами. Это пациенты и с баллонопаститами, казалось, которые не должны относиться к категорию экстренных заболеваний. И это пациенты с какими-то хроническими заболеваниями. И мочекаменная болезнь, и инфекции. И все они, абсолютно все, тоже нуждаются в медицинской помощи. И вот для этой огромной категории пациентов телемедицинские технологии вполне себе могут быть использованы. Не забывайте, дорогие коллеги, дорогие друзья, что помимо пациентов, которые абсолютно нуждаются в медицинской помощи, пациентов, которые уже заразились или могут заразиться кови, есть огромная когорта пациентов, которые нуждаются тоже в ежедневной медицинской помощи. Большое спасибо за внимание. Специально для канала EVK. До свидания, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok